Я до сих пор обходился, благодаря своим голосовым связкам, без микрофона. Не хватало их для того, чтобы давать лекцию в аудиториях любого размера. Но покуда сегодня частью одной из нашей аудитории является Харьков, я боюсь, что я не доключу. Поэтому вот причина наличия микрофона только лишь благодаря нашим коллегам из Харьков. Ну, собственно говоря, я прекрасно понимаю, что конец рабочего дня народ устал, подустал. И я ни в коем случае не возьму на себя риск грузить вас какими-то проблемами в области математики, их применения к решению задач, появляющейся в области Customer Experiments Optimization. Упаси Господь! Моя примитивная, я свою примитивную роль сегодня вижу в том, чтобы, во-первых, немножко озвучить важность математики как инструментария для решения, казалось бы, совершенно нематематических проблем. В большей степени я хотел бы проиллюстрировать сегодняшний свой доклад приличной порцией критики, во что можно, извините, вляпаться, если применять известные методы, подходы, которые хорошо описаны в соответствующей литературе, без понимания того, что и на чего мы это делаем. Собственно говоря, если немножко посмотреть, как наши государства подходят к подготовке IT-специалистов, то доля математической подготовки в их становлении, она, к сожалению, не такая уж солидная. И этому есть многие объяснения, и разумные объяснения. Собственно говоря, поэтому программисты относятся к применению каких-то методов весьма своеобразно. Я не хочу сказать, что не неправильно, но своеобразно. И вот на эту своеобразность я сегодня хотел бы обратить некоторое внимание. Ну, во-первых, я начал с того, а где это штука, которую ты ставишь? Спасибо. Я хочу начать с того, что сегодня я, размышляя о том, как построить лекцию, я наткнулся на сайте EUA, вот такого сорта рекламу о том, что вот фирма WebProm Expert Days предлагает беспроведение бесплатной конференции с вот такой рабочей программой. Ну, как бы тематика конференции весьма близка к той, как звучал мой доклад. Я понимаю, что все-таки, ну, во-первых, хотел бы обратить ваше внимание на то, что оптимизация сервиса, онлайн-продаж, оптимизация сайтов, она по большому счету включает в себя целый аспект вопросов, на которые надо уметь отвечать. Я специально не выбрасывал из повестки этой конференции, из рабочей программы, вот последние пункты. Ну, понимая, что я все-таки родом с прошлого столетия, да, я буквально понимаю то, что тут написано. Лучше мы обойдемся кофе. Да, и вот эту дискуссию в таком варианте проводить все-таки не будем, как предлагают ребята с QA. И тем не менее, вот если все-таки по-взрослому рассуждать, представьте себе, что ферма решила организовать онлайн-продажу какой-то продукции через свой сайт. И естественная задача, первая задача, которая состоит перед организаторами этой затеи, как же с чем организовать этот сайт. Какого качества страницы должны быть, что там должно находиться на этих страницах, какой дизайн с тем, чтобы все-таки стимулировать людей совершать покупки на этом сайт, не на другом, а на этом сайте. Чтоб человек, зайдя на этот сайт, все-таки вот просто так не ушел. А что-то, значит, успел там наследить так, чтобы оставить ей какую-то денежку и сайту, и человеку приятно, и сайту есть какая-то, значит, польза от всего этого дела. Понятное дело, что как бы первый акцент, это акцент, связанный с дизайном своего сайта. Особенность с дизайном той странички, где стоит кнопка купить. Вот как эту страничку придумать, что там нарисовать, как ее преподнести пользователю, чтобы он не ушел, не нажав эту забавную кнопочку, все-таки оставил какую-то денежку. Естественно, надо постараться поставить задачу таким образом, чтобы дизайн этого сайта, этой странички был в каком-то смысле красивым, лучше, может быть даже наилучшим. Но мы прекрасно понимаем, что понятие красоты, лучший, быть лучшим, это вещь, которую трудно формализовать. И тем не менее, каждый из нас, заходя в магазин, покупая продукты, покупая, извините, брюки, платья, девчонки, когда покупают, они тем не менее глубоко уверены в том, что покупая этот товар, они покупают лучший товар. Зачем им худший, если можно купить лучше? Весь вопрос в том, что такое лучше? Лучше это то, что на самом деле лучше всего, что можно поставить в этот ряд. Лучше других претендентов на это качество. Стало быть, если лучшее существует, оно должно быть одно. Ну, не может быть два лучших. Если нечто является лучшим, оно лучше всего остального. Стало быть, два лучших быть уже элемента в одном ряду. Находиться не мог. Но тем не менее, если мы идем с надеждой купить лучшие брюки, и они были бы действительно лучшими, то кто-то один бы их купил, все остальные ходили бы без брюк. Но тем не менее, мы все ходим одетые, да, и мы все удовлетворяем свои потребности, покупая, свято веря в то, что мы покупаем неплохое. Увы, природа человека устроена таким образом, что человек покупает не лучшее. Ну, здесь оно, конечно, есть, лучшее он его возьмет. Но далеко не всегда можно рассчитывать на то, что такое лучшее будет. Поэтому мы покупаем то, лучшее, чего на данный момент нет. Плохо, если человек, пользуясь этим правилом, вдруг через некоторое количество лет, найдя себе, скажем, супругу, посчитав, что лучшее ее нету на данный момент, через какое-то количество лет вдруг встретит что-то лучшее, да. Это проблема. Ну, а если перевернуться все-таки к вопросам сайта, вопросам дизайна, вопросам качества странички, то, естественно, рассчитывать на то, что мы можем найти дизайнера, который нам придумает, нарисует наилучшую, каким-то образом, в каком-то смысле, страницу, это утопия. Он нечто может предложить некий вариант. И наша задача в том, чтобы определить, какой из этих вариантов стоит, на каком из этих вариантов стоит остановиться, с тем, чтобы стимулировать наших посетителей покупку. И здесь есть, конечно же, вопрос, как мы узнаем, что наши посетители действительно отдают предпочтение одному контенту, одному дизайну, в то же время пренебрегая других. Рассчитывать на то, что они будут оставлять свои отзывы в книге про желания, наверное, не приходится. Стало быть, мы должны неявно отслеживать его поведение. На сегодняшний день наиболее известным подходом к решению такой задачи, я вас только прошу, не воспринимайте всерьез, и буквально на ночь, глядя, те формулы, которые сейчас будут на доске. Я их постараюсь донести в таком приемлемом варианте, озвучив, что имеется в виду, поскольку эта проблема не для того, чтобы их воспринимать сейчас буквально. Одна из затей, которая была придумана в этом направлении, заключается в построении так называемого регрессионной модели, которая заключается в том, чтобы попытаться определить тот контент из N имеющихся, при которых вероятность совершения покупки будет наибольче. Ну, почему народ вот придумал вот эту функцию в виде один взять в качестве такой для решения этой проблемы? На самом деле это не от больной фантазии, от того, что ее график, он крайне похож на функцию, на интегральную функцию распределения вероятности. Стало быть, она в каком-то смысле оправдывает свое представление, которое было приведено выше, поскольку понятно, что если в некотором контенте, предлагая человеку, он совершает действие с значением этой функции достаточно близким к единице, стало быть, вероятность того, что он в этом контенте нажмет кнопку «Купить» достаточно высока. И вот как развивается событие дальше. Я хотел бы здесь, чтобы вы не столько на формулы смотрели, как на последовательность действий, которые совершает IT-специалист, реализуя этот подход к определению понятия «лучший контент». И специалист рассуждает таким образом, ну хорошо, если нам, скажем, доступно N-контентам, и человек только в одном из контентов может что-то совершить, «как можно формализовать процесс, максимизировать вероятность совершения его покупки?» Ну, рассуждения тут могут быть такие. Значит, собирается статистика. Сколько раз люди заходили, видели этот контент? Это одно число. Оно вот обозначено вот таким образом. Сколько раз люди будут видеть этот контент, купили на этом контенте какой-то продукт? Это другое число. Навязывая некое свойство, что на самом деле эти покупки подчинены какому-то закону, значит, придумывают некую, выбирают функцию совершения, вероятность совершения этой покупки в таком виде, который подчинен на самом деле, там закон убернули. Не суть важна. Важно в другом, что на самом деле статистика, которая нам нужна, оказывается, она всего лишь заключается вот в этих двух столбиках. Это количество раз, когда люди в соответствующих контентах что-то купили, и то количество раз, когда люди заходили на этот контент, на эту страничку. В результате мы приходим с учетом сделанных замечаний к необходимости решения оптимизационной задачи. Функцию, которая описывает вероятность, с логарифм вернее, от вероятности совершения покупки, ее можно представить вот в таком замысловатом виде, и в результате, в результате, я не буду вас мучить, мы имеем дело со следующей задачей. Нужно подобрать неизвестные коэффициенты бета таким образом, чтобы вероятность совершения покупки сделать как можно больше, что делает живой, нормальный, такие специалисты. Понимая, что перед ним стоит задача найти максимум какой-то функции, он заходит, он гуглит ситуацию, находит массу всяких подходов, связанных с численным решением этой задачи, находит наиболее простой, доступный ему, реализует его, проверяет на тестовых примерах, видит, что на тестовых примерах, алгоритм работает корректно, дает нам точку максимума, человек довольный, как слон, запуская этот алгоритм в дело, применяя его к этой функции. И вот незадача. Сколько раз он не будет запускать этот алгоритм, на выходе он будет получать совершенно каждый раз абсолютно разные результаты. вся проблема в том, что специфика задачи, с которой мы имеем дело, приводит к тому, что эта задача имеет бесчисленное множество решений. Но человек-то не подозревает этого. И он свято верит в то, что вся сила в правильном алгоритме, но какой-то алгоритм не придумай, если решений бесколечно много, смотря с какой-то строчки, стартанул, и придешь к тому или иному решению. Каждое из них является решением. Но оно, увы, не единственное. Ну вот в результате, вот в частности, оказывается, что все решения, все значения, допустимые значения этих весовых коэффициентов, они связаны вот таким соотношением. Посему таких значений весовых коэффициентов может быть сколько угодно. И в результате человек не подозревая о том, что вот ситуация разруливается именно вот в такой способ, он определяет весовые коэффициенты, естественно считает, что лучшим контентом, лучшим дизайном будет тот, соответствующий весовой коэффициент, которого является наибольшим. Он показывает этот контент всем посетителям в ожидании, что они правильно среагируют и начнут все дружно двумя руками нажимают на кнопку «Купи» все подряд, а эффекта соответствующего он не обнаружит. И вот начинается, возникает масса вопросов. Что же делать? Почему у нас ситуация не приводит к ожидаемому результату? Ну, на самом деле, здесь ответ не такой уж простой. Во-первых, сама методика, которая лежит в основе решения этой задачи, в таком варианте, она не совсем удачная, скажем мягко. Во-вторых, статистика, которой мы пользовались, она, увы, сравни, вот в средней температуре по палате, когда мы, имея всех самых разношерстных визиторов нашего сайта, смотрим, сколько их зашло и сколько из них совершило покупки. В самом деле, эти покупки и визиты нашего сайта разумнее было бы, наверное, рассмотреть во времени. Как меняется во времени динамика поведения наших визиторов? Может быть, имело бы смысл рассмотреть эту динамику по отношению к конкретным группам визиторов, которые характеризуются конкретными значениями атрибутов, чтобы мы вырезали из толпы всех возможных посетителей какие-то конкретные потоки, по отношению к которым можно ситуацию сделать несколько чище. Я не буду вдаваться в детали. Проблема в том, что на самом деле решение этой задачи, оно требует весьма деликатного подхода. Вот хотя бы один из слайдов, который здесь приведен, он заключается в том, что если применить к решению предыдущей задачи известный метод Ньютона-Рафсена, он по существу основан на использовании на обращении вот этой вот матрицы вторых производных. Но вот вся беспрепол в том, что эта матрица вырождена, она имеет нулевой определитель, обратное не существует. Вернее, они есть, но их бесперечно много. Но народ, не подозревая в этом, начинает получать разные результаты и вот после этого ломать голову, что с ними делать дальше. Ну, это как бы один аспект, который я хотел бы сегодня озвучить. Аспект номер два заключается в том, что человек, фирма, которая, значит, организует онлайн-продажи, она, естественно, заинтересована в том, чтобы стимулировать человека покупать все больше и больше товара. Один из способов такого стимулирования заключается в том, что человеку предлагаются некие рекомендации. А ты не хотел бы, вот тебя интересует такой, значит, товар, ты хочешь его купить, а вот ты не хотел бы в параллеле посмотреть на вот этот товар или на вот тот товар. Ведь они тоже в этом плане могут представлять для тебя интерес. И весь возникает вопрос, а что им порекомендовать? Наиболее продаваемые товары? Или наиболее, значит, товары, которые всем интересны? Или которых больше всего на складе? Вот как правильно организовать, угадать удачную рекомендацию для человека? Я поступил таким образом. Зайдя на сайт Waterstone, который торгует книгами, я, значит, посмотрел на свою книгу, которая на этом сайте рекламируется. И посмотрел, что рекомендует этот сайт к моей книге, да? Ну, это, конечно, мне льстит, что Мартин Любенкин со своей книгой, со своими воспоминаниями идет, значит, в рекомендации к моей книге. И еще пару книг, мне показалось не очень удобным, значит, рисунки выводить сегодня для аудитории, потому что они были не очень правильные. мне показалось, что, да, это рекомендация, но из каких соображений она получена, я не знаю. Вообще, вообще говоря, наиболее типичный путь, и вы наверняка, каждый из вас встречал его, работая, значит, с теми или иными сайтами, когда сайт просит посетителей, визиторов, оставить свое мнение на предмет того, что вы думаете по поводу вот такого товара, такого товара, оцените его, оцените качество. Тем самым сайт просит дать явную оценку, явную оценку качества товара, которым торгует этот сайт. Но я не думаю, чтобы здесь в аудитории нашелся человек, который всегда откликается на просьбу сайта поставить какую оценку. Как правило, мы эту просьбу просто молча игнорируем, потому что мы люди занятые, мы будем вечно куда-то спешивать. И вот возникает вопрос, если мы все-таки примем внимание вот эту вот черту человечеству, когда он не делает то, что его просят, что можно рассчитывать? Пожалуй, единственное, это стараться следить за ним, не спрашивая его об этом, и пытаться выяснить через его поведение, чего он отдает предпочтение. Ну, как это обычно делать? Отслеживая его поведение на страничках сайта, мы можем посчитать, сколько раз человек зашел, скажем, на какую-то категорию товаров, с тем, чтобы посмотреть ее, сколько раз он в этой категории товаров кликнул, чтобы посмотреть, почитать, а что же этот товар представляет собой? Сколько раз он этот товар отложил в корзину в надежде, а вот выпрошу деньги у жены и куплю, и сколько раз он все-таки рискнул его купить? Ну, бывают товары, которые надо часто покупать, если это связано, скажем, с пищеварительным трактом, время от времени надо такие покупки совершать. И, естественно, что, если мы такую информацию будем собирать, то мы можем уже не спрашивать, по большому счету, у человека, что он думает об этом товаре, поскольку вместо этого нам достаточно красноречиво даст ответ его поведение на сайте через подобного сорта статистик. И вот, имея такую статистику, народ уже давно догадался о том, что такую статистику нужно собирать и ее нужно использовать для построения рекомендаций, придумали целую науку, как эту статистику использовать для того, чтобы такие рекомендации строить. Появилась целая наука с таким очень громким и забавным названием коллаборационной фильтрации, которая основана на том, что есть некая математика, которая позволяет вывести, сформировать, формализовать понятие близости между двумя товарами, близости в поведении между двумя визиторами сайта. Конечно, на самом деле это большая натяжка рассчитывать, что мы такую близость действительно отвечают реальному положению и делу. можно ли поведение живого человека или пары живых людей описать одним числом. 0,70 это степень близости между мной и вас. В нашем поведении, скажем, зайдя на какой-то сайт. Ну, наверное, не очень разумно, но тем не менее, на сегодняшний день эта наука используется на многих сайтах для формирования списка рекомендационных товаров. Как она на самом деле выглядит? Ну, естественно, что основная задача это угадать действительное предпочтение визитора. такая задача, естественно, нами понимается верно, но как ее решать никто не знает. Вот на сегодняшний день ее пытаются решать таким образом. Вот, скажем, те вещи, о которых я говорил, которые можно следить статистику, пытаются с каждым визитом человека или выполнением его одной из перечисленных вещей пытаются оцифровать. Вот он зашел на категорию товаров, посмотреть, давайте мы ему поставим оценку 5 за то, что он туда добрался. Зашел в режим просмотреть, что же представляет собой товар, который его интересует, да ему 20 за это влепит. А если он еще в казино положил, 50, а если еще купил 100, а теперь возникает вопрос, а человек же с первого раза может и не поверить в то, что на него такое счастье свалилось, что он может через интернет купить этот товар. Стало быть, он может не единожды совершать вот эти действия, а некоторое количество раз, и вот тогда, учитывая статистику, сколько раз он там побывал, сколько раз он это совершил, вот этот конкретный человек у рейтингует товар и этот рейтинг или величину, как он хорошо этот товар отрейтинговал, формирует вот таким вот образом. То есть, иначе говоря, приписывают человеку и товару некое число, которое вот их объединяет. ну а дальше, значит, ситуация выглядит таким образом, зная, какие товары покупал один человек, зная, какие товары покупал другой человек, сформировав рейтинги между товарами и людьми, использовать так называемую пирсон близость, можно определить степень близости, как между товарами, так и между людьми. Я не хочу вникать в эти формулы, это сейчас никому не нужно. Весь фокус в том, что вот эта близость, на самом деле, это косинус угла между двумя векторами. И не больше. Косинус такая хитрая штука, что она, естественно, по модулю даже в войну не превышает единиц. Стало быть, два товара считаются удивительно близкими по своим качествам, по своему интересу для визиторов, если вот этот коэффициент близости очень близок к единицам. Аналогично два визитора, два пользователя имеют одинаковое поведение у нас на сайте, если степень близости между ними близка к единице. К чему это в результате приводит? Они хотят? А, не ставят. В результате это приводит в следующем вещах. Вот смотрите, если мы скажем, оцифруем его действия вот в такой способ, и предположим, что один и тот же человек, покупая, скажем, лыжи, сделал это дело вот с таким количеством раз, десять раз заходил посмотреть на ту группу товаров, которые содержат лыжи, пять раз все-таки просмотрел лыжи, пять раз купил, у него семья большая, да, купил пять пар лыж. Тот же человек, возможно, через спустя полгода, собираясь на летний отдых, ему нужна была, нужен был зонтик, он его тридцать раз заходил в группу товаров, где этот зонтик продается, десять раз он этот зонтик высматривал, просматривал, и пятнадцать раз купил зонтик, этот себе и соседник, да, так вот оказывается, что если вот такую статистику обработать правильно, с вот такими оценками за посещение соответствующих страниц нашего сайта, то и зонтик, и лыжи этим человеком будут оценены в одно и то же число. То есть ему абсолютно фиолетово, что покупать, что лыжи, что летний зонтик. Его рейтинг этих двух товаров одинаков. К чему это приведет? Ведь мы рекламируя или рекомендуя какому-то конкретному визитору товар, мы поступаем таким образом. Мы выбираем всех визиторов из нашего, которые посещали наш сайт и которые близки по предыдущему коэффициенту в своем поведении к этому визитору, а потом смотрим. Эти визиторы видели, покупали товар, который даже не видел наш визитор. Да, покупали. Мы если все эти товары расположим в ряд, то мы можем теперь их, этот ряд товаров упорядочить по их рейтингу и топовую величину этих товаров предложить нашему любимому визитору. Стандартный подход, который декларируется такой наукой, как коллаборационная фильтрация. Так вот, к чему приводит не очень аккуратная работа с этим подходом? Весь фокус в том, что при таком подходе не будем пропускать мелочи, мы рекламируем к товару другой товар, если близость между этими товарами является максимальной. Иначе говоря, если косинус между соответствующими углами равняется единичке. То есть, иначе говоря, если максимальная близость к сети вектора будут у нас в соответствующем пространстве признаков параллельны. И вот предыдущий пример, который я там рассчитывал между зонтиком и лыжами, он показывает, что эти вектора, которые характеризуют эти два товара, они действительно в этом случае являются параллельными. Стало быть, угол между ними ноль, степень близости максимальная. И результат не заставляет себя ждать. Человек зашел на сайт купить лыжи, а сайт ему ну а что действительно не покататься на лыжах с таким зонтиком. Забавно будет? Или наоборот? Ну, естественно, это одно из слабых мест такой науки, как вибрационная фильтрация. Но народ, дабы не менять математику, поскольку придумать новый подход, оно не простое дело, он выкрутился, сказал, что знаете, иногда эффект неожиданности в построении рекомендаций, он крайне важен. Даже придумали слово серендипедик. это неожиданность. Вот, пожалуйста, пример нашей серендипедики на рассказанное выше. Ну, а на самом деле то, что я озвучил, это собственно, это эффект слепания, когда происходит слепание рейтингов двух товаров совершенно разнородных, и вопрос заключается в том, как избежать этого эффекта слепания. Вот, на одном из сайтов, я уже не помню на каком, мы провели некий анализ таких рейтингов и увидели, что действительно имеет место такой эффект слепания, когда чумовое количество товаров получают по большому счету один и тот же рейтинг, один и тот же рейтинг, и в этом смысле они практически неразличимы. стало быть, мы можем рекомендовать к одному товару совершенно непохожие и не связанные с ним никоим образом другие товары. В принципе, решение вопросов, связанных с оптимизацией сайта, с тем, чтобы максимировать стимулировать наших визиторов к покупкам, это весьма деликатный момент. и достаточно сказать, что если мы рассмотрим статистику поведения визиторов на нашем сайте, то мы вправе ожидать появления самых-самых разнородных эффектов. В частности, мы можем наблюдать некую динамику покупок, скажем, такую, как изображена на рисунке один, которая связывает с сезонными трендами. Ну, скажем, лыжи как-то летом хуже идут. Есть вещи, которые связаны с такими предложениями чумового характера. Есть интервалы, которые иллюстрируют некое аномальное поведение визиторов. Есть то, что называется аутлайеры. Ну, и есть периоды, когда мы активно начинаем с какими-то скидками рекламировать товар, тогда, естественно, возникают покупки. Понятное дело, что использовать всю эту статистику в чистом виде для того, чтобы делать какие-то выводы, пожалуй, не самый лучший разумный подход. Надо уметь очистить, очистить от тренда, очистить от вот этих всплесков, от аутлайеров, от промоушен период, статистику, с тем, чтобы оставить именно то, что действительно содержит какую-то информацию, реальную информацию по поведенческой линии наших визиторов. Здесь я не могу не вспомнить Ирэну Добиша, известного человека, декана Принзенского университета, которая очень любит рыбачить, и на одной из рыбалок, забрасывая удочку, она поймала себя на мысли о том, что, когда упала, значит, у нее, не упала, а от заброса, значит, прикормка, ушла под воду, всплеск, который при этом образовался, он ей привел к мысли о том, так вот, какой должна быть функция, какой формы, чтобы по этой функции можно было построить по одной функции систему, которая была бы, с точки зрения математики, полной и ортонормированной. По-людски это означает следующее, что любую другую функцию можно было бы разложить в ряд по базису, вырожденной этой одной функции. Так родилась наука под названием Вейвлет анализ. В результате это означает следующее, что вместо того, чтобы передавать друг другу статистику, связанную с тем, как ведет себя динамика покупок, передают только коэффициенты Вейвлет анализа. А коэффициенты Вейвлет разложения это конечный набор коэффициентов. Конечный, что крайне важно. И в результате это означает следующее, что мы имеем дело по существу с цифровым представлением динамики покупок, а стало быть мета-цифровое представление. Всегда можем раскладывать на так называемые медленные составляющие, высокочастотные составляющие. Отсюда мы можем выйти на понятие тренда. Тренда это то, что формируется собственно медленной составляющей. Связывая с трендом доверительный интервал, мы сразу приходим интуитивно к рабочему абсолютно, к рабочему правилу. Как отрезать аутлайры, как отрезать периоды промоушен и так далее. Все то, что не попадает в доверительный интервал, построенный относительно трендовой составляющей, медленной составляющей, оно уже вызывает определенные сомнения и в результате мы уходим от той информации, которую вносят за шумлей. Ну, собственно говоря, я уже не буду много занимать ваше время, поскольку я и так уже вышел за пределы допустимого. Я хочу закончить тем, что используя такое представление, мы можем достаточно обоснованно строить прогноз во временных рядах во временных рядах для за основу так называемые вейвлет представления тренд составляющей и это оправдывает, как показывает статистика, оправдывает такой подход. на завершение я хочу показать именно того зверя, из-за которого у нас все эти проблемы время в времени появляются. Это типичный посетитель сайтов, с совершенно непредсказуемым поведением, из-за которого собственно жизнь нас вот такая вот веселая. Спасибо вам большое. А вот вопрос. Где туман? Где кто? Туман. Туман? К ежику. А к ежику туман? Да. К ежику к ежику коэффициент к резиденту. Да. Не слышно вопросов будет Харькова, если вы не знаете. Либо повторять, Петр Ильич, или вопрос задавать на вопрос. Петр Ильич, там вот целевая функция, которая максимизировалась, и решение было не единственное. Я не совсем понял, почему было важно, что решение не единственное. Но они же все оптимальны. Вы совершенно правы. Решения все оптимальны. Каждое решение доставляет одно и то же максимальное значение функций, но они по друг относительно друга не сравнимы. То есть, один набор репрессионных коэффициентов и другой набор репрессионных коэффициентов могут максимальным коэффициентом иметь числа, стоящие на разных позициях. Стало быть, на одной точке казалось бы, лучшим контентом должен быть вот этот, на другом решении лучшим контентом должен быть совершенно другой. И, естественно, что хозяин сайта стоит перед дилеммой. Так все-таки, какой же контент не показывают? Этот или тот? Вот для того, чтобы, значит, эту проблему разрешить, значит, там есть масса всяких тонких вещей, которые связаны с правильным анализом полученных результатов, но я не хочу сейчас об этом говорить. Добрый вечер! Да, надо нас слышать? Здорово! Здорово! Чудово листыки? Да, это... А, ну, ты что, каких-то думаешь? Да, да, мы с вами с тобой очень. Нет, да. Спасибо большое, это докладчик. За первый доклад было очень интересно. Мы готовы присоединиться с нашей, нашего окнатика, Сергея Редина, всех пределных отбородик материал компании «Акбелона», которые выступили с очень интересным докладом. С вам словом приветствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не видел книг, которые мы надеялись, что мы делали в современном, поэтому мне кажется, что было интересно, если у нас есть только фокус, когда у нас есть фокус. Что такое BDD? А что это BDD как тест, да? Это разработка через тестирование. То есть, когда вы начали фиксы теста, а потом вы пишите под. Зачем это делается? Ну, в общем, все понятно. Я считаю, что это просто одна. Если пытаться писать фокус, то у мужчин, мужчин, в том числе, обычно получается, потому что вот и все. Если вы начали фиксы теста, тогда мы встречали, что вы хотите найти на фокус. А потом вы как раз обрастили эти доходы. Их, например, много различных причин для них, так сказать, дающихся фокус. Главное, чтобы он понял, что BDD это не разумеется в процессе. Потому что, да, пешковод, он подгоняется через несколько минут, и теперь уже вы хотите IT-инфицировать. В процессе технику можно тоже тестировать. И, в общем, когда вы входите на определенную область, они кому-то писали, админировали, у вас выменились. И все противные машинки, и операторы, это тоже DDD. В общем, это DDD всегда включает средства на фокусах. Они уже пройдут, как рейнгерный тарифактор. Что это значит? Что это сейчас делали? Написали код, потом запустили его проверку. То есть либо написали тест тест, не запустили этот тест. А написали тест, я имею в виду. Который запустили, и он стал красным. А после чего вы написали код, который, я говорю, вы готовите. Твори за какой-то тест тест. И он не помнит. И все, что значит, правильно, правильно написали код. Дело в том, что вы пока приставили код, ясно, вы могли запустить. Вот, вот, апелляция, и в процессе конъеквата, это тоже получается красная ошибка. А там, где нужно сделать деление. После того, как у вас сегодня работала, нужно привести этот код в негатив. В общем-то, вот считаешь, поэтому это невероятно. Существует совершенно разного. Существует дизайн-паттерн. В жизни существует сложная задача. Для этих сложных задач существует масса сложных решений. В общем-то, в процессе становления программирования экономики, массу этих сложных задач попытались всяким разным людям переставить на осуществляющие стандартные задачи. Для этих стандартных задач, мы будем получать всякие дизайн-паттерн. Если вы пытаетесь посмотреть весь набор дизайн-паттерн, который сейчас здесь есть, их, наверное, несколько сотен. Поэтому, обычно, никто не пользуетесь в дизайн-паттерн. Обычно, вот, кто-то выбрал, если уже, может, десяточек, может, авторат. Или, или, может быть. Естественно, понятно, что для решения задач стандартными под входами, это накладывает определенные накладные расходы. То есть, использование ошибок проектирования же поражает лишний пот. На самом деле. И если не использование ошибок проектирования, у вас есть плава. Вы либо напишите что-нибудь, абсолютно не поддерживает, потому что, может, да, вы сможете вставить и сменить просчет еще больше лишнего опыта. Либо вы напишите что-нибудь абсолютно у меня, вы тоже сможете. Держи, может, вы можете двигаться с стандартным до 100 часочек и не будете вставляться в этом до 100 часочек. Поэтому на вот этот лишний пот, который поставляет от нефтам, до 100, не с другими стадиями, потому что с очень лучше можно идти. Есть очень плохие сайты, которые присвоятся для инфраструктирования, которые большинство пользуют соус-мейтинг. Я бы сказал, что это очень лучшее описание, которое я имею в своей жизни очень много. Чем он вкладывается? Тем, что там на этом сайте еще идут очень-очень хорошие мероприятия жизни. То есть там потрясающие сравнение другого шаблонного террора, шаблонного диата. Я не могу рассказывать, как это читаете там. Естественно, читание никто не любит. И это правильно, что глаза портятся, и так далее. И все, и все, и все, и все, и все, и все высыпает. Поэтому мы пробовали с ним сейчас опедалить. И это происходит реаль. К сожалению, целиком, что она еще реализовать не получится. Она часто реализовывается. Она сгорит на меньшее. Поэтому мы сделаем маленький кусочек, мы можем его сделать дома-дома. И мы добьем ее до конца. А к чему отличаются задачи? Нужно просто написать «Вас идти на блоги» и найти там запрос, только в то время, менее-менее. В общем, это все остальные ссылки, если кто хочет, он может выкачать. Вот это вот ссылки. А, ладно. Если у вас есть ссылки, то есть, да. И в процессе, если это будет происходить. Наступим. Да, да. Сначала зима начинает проект. Я его назову. Лазит? Да. Там. 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 Учитывая, что CDD это процесс, давайте спормируем общую структуру программы, которую дальше мы будем писать. Допустим, что файл будет приходить на вход как аргумент командной стратегии. Естественно, нам очень плотно забывать обливки просто так, чтобы программировать его на входе, чем полном углепресса. А также, где же вашему программу. Создали фабрику? Кто будет создавать эта фабрика? Кто-то может начитать этот файл. Файл, если кто-то видел, он выглядит примерно вот так вот. Это может даже очень мелко. То есть это файл, который состоит из линии. В этих линиях есть всякая разная информация. Нас интересует здесь только последняя цифра. Это последняя цифра и все время выполнено запросом. Так вот, задача найти запрос в максимальном времени выполнения. Нужно пройтись по всему файлу. Ну, вас точно. Поэтому... Поэтому... Будет это вот только... До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Возможно, понадобится какие-то нужные параметры. Если я не подумаю, понадобится ли это или нет. Конечно, понадобится, потому что нужно сказать, какой-то файл будет вытаскивать. Фабрика будет принимать какой-то набор параметров. Кусорная файл понимает, как массив. Примерно так. Кто-то должен после этого пройти по файлу и найти именно строку с максимальным значением времени выполнения этого вопроса. Чтут много разных шаблонов корректирования, которые наставляют российские файлы и понять, что там происходит. Я так подумал и решил, что, наверное, лучше всего будет подходить к физикам. Это шаблон, который применяется для входа в большие коллекции. Чем он удобен? Он удобен тем, что он не работает с целиком со всей коллекцией. Он работает с только основными элементами коллекции. Их приобретает, что ничего он не связан с этим элементом. Можно было бы использовать, например, декоратор. Можно еще какой-нибудь шаблон выводил. Снова же, что, скажем так, можно больше шаблонов, который использует конкретный. Кто видит, в общем-то, исходя из того шаблона, который он любит, пишу, пишу я. Знаешь, не знаю, что он будет. Может, он будет использоваться на ситуации. А мы возьмем его вот так вот. Он тоже выпустил новый шаблон. Он тоже выпустил новый шаблон. как применяется визита у коллекции которые можно применять визита должно быть функция которая называется визита коллекция это у нас файл применяем визита у него внутри будет уже находиться строка выведем на экран визита мы немножко кода теперь можно понять что он вообще работает или нет что делать. Компилируем. Мои явления. Он не компилируется. Это у нас вот эта вот красная часть. Мы прокаскировали ход. То есть это именно процесс ПДД. Вы не получите ошибки компиляции, но в процессе разработки это не очень удобно. И они позволяют делать все вещи. То есть уже понятно структура программы. Уже понятно структура класса, который будет понятен у нас будет интерфейсер. Теперь нужно реализовать интерфейсер. Понять, что будет компилироваться. После чего реализовать реализацию этих интерфейсер. То есть конкретный код. И тогда это заранее бывает. Поэтому. Я обычно делаю живое. Т.е. Добавим наборную териотеку, которой будет реализация самой бизнес-логики этого программа. Так просто. Нечто в инициации. alarитан Затя. Да. Войния. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Дисклик Двину Эти Внутри Действень После того, как вот эта вот штука моделируется и добавили все интерфейсы, все работает. Я обычно добавляю проект тестов. Вот он. И сейчас таким образом было записано в публик секторе, а также не может быть она была по тестам тестов. Продолжение следует... 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 и записывайте свой 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 образ знания. Также нужно обязательно набирать тесты, когда находятся в БАДе, для того, чтобы эти БАДе не находились повторно. И надо создаться очень-очень, 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 очень-очень хороший классный год.